Если про это с точки зрения коллекции фигур, в общем-то, хорошая группа, которая работа, в принципе, не требует. Но это с моей позиции. Я замечу, что сколько я видел женщин в своей жизни, в общем, очень красивых, я не видел ни одна, которая была довольна своим попой. Доходит дело до этого тонкого, ну, или не очень тонкого момента. Соответственно, даже доктора наук, у них что-то тут переклинивает, и они становятся... Поэтому то, о чем мы с вами, например, говорили. Видите, в спокойном состоянии все абсолютно гладко. То есть здесь работать особенно не надо. Видите, и контур тоже нормальный, правильно? То есть вот попиного уха нет. Но если мы сделаем вот так вот, видите, вот собрали. Вот они наши, вот эти вот проявляются, верно? То есть, и вот представьте, ведь их полно таких вот девушек, которые имеют замечательную стройную фигуру, но к нам приходят они за антицеллюлитом. Поэтому нужно прежде всего определиться, с чем и как мы будем работать. И каждый раз мы будем дифференцировать вот фигуру. Сначала вот сейчас, вот видите, мы рассмотрим достаточно стройную фигуру, но вместе с тем как бы с формами. Потом рассмотрим фигуру, допустим, тоненькую, но с целлюлитом. И потом можем рассмотреть какого-нибудь объемного. Типа вот Лену можно рассмотреть. То есть, в каждом случае у нас будет своя стратегия работы. В данном случае, на что у нас будет направлено? Значит, я могу точно сказать, на что она будет напирать. Сама вот, вот эти вот местечки, вот не хочу, чтобы беру, потому что у меня это над временем, у меня это то-се. Раз. Второе, хочу, чтобы было вот поменьше в состоянии, но редко кто говорит, что это не так. Значит, первое, с чего мы начинаем? Мы начинаем с определенных техник дренажа, да? Вообще вот, грамотно мы должны начать с техники лимфодренажа глобального. Но здесь у нас нет больших объемов и нет большого застоя. Поэтому лично я не вижу просто целесообразности нагонять в большом объеме и тратить время на лимфодренаж. Я поэтому сделаю сразу достаточно интенсивные ткани. То есть, вот работа по лимфодренажу, это в основном идет магистральный дренаж. А работа просто с тканями, это идет именно уже тканевый дренаж. Поэтому здесь я сразу сделаю для начала дренаж тканей. Каким образом это делается? Есть несколько технологий, мы их все будем как бы проходить. Значит, самая простая технология, это так называемые гидростатические прессовые техники. В чем они заключаются? Значит, я, например, ну вот сейчас вот проработаю вот эту вот половинку. Значит, берем и тупо сжимаем. Что я сейчас делаю? Вот я сейчас сознал большое прессовое усилие в ткани, да? Я сместил равновесие Сталинга куда? В сторону резерпции. Вернуть. Вот, и у меня сейчас идет как бы поглощение излишней жидкости из этой области. Время от времени, чтобы как бы капилляры расправить, вены расправить, я делаю такие потряхи. Вот, это вот самая простая техника, которая убирает максимально объем. Заметьте, вот у нас лимфоток здесь идет, как бы с этой стороны сюда, с этой сюда. И, соответственно... То есть, вы с неким вектором даете? Да, я давлю непросто, но... Я сдавливаю, и я немножечко растягиваю ткань. Что такое растягивание? Это создает давление еще и здесь, и вот это вот растяжение, оно способствует тому, что снимается вот это вот напряжение этих структур соединительно-тканых. Но здесь, видите, здесь этого напряжения-то особо и нет. Девушка стройная, у девушки, в общем-то, ну, на мой взгляд, дефектов фигуры нет, в принципе. Вот, у нее все хорошо. Но, тем не менее, у нас же, как бы, мы полагаем, что она недовольна, и она к нам пришла. Мы полагаем. Вот. И вот теперь смотрите. Посмотрите вот на эту сторону и на эту сторону. Просто по объему. Я проработал буквально несколько. Смотрите, вот здесь объем вот этого бугра и вот этого, да? Очень красиво. Посмотрите здесь и здесь. Я так вот под разговор вот под пять минут. Буквально. Видите, как уходит объем? А объем уходит всегда куда-то. У нас увеличиваем работу почек? Нет, а вот... Значит, в данном случае... Три минуты не вернется обратно? Через три. Ну, там, сколько там, допустим. Если мы не берем там поглощение больше жидкости, оно выведется все? Или оно куда-то просто ушло? Ну, смотрите. Мы сейчас воздействовали здесь, да? Вот. Но мы воздействовали локально, а у нас, посмотрите, какое тело. У нас еще здесь есть тело, да? У нас еще вот здесь есть тело. И вот это вот все, вот этот вот небольшой объемчик у нас здесь, ну, грамм триста, может быть, так, общая изрослость. Оно перераспределилось все просто вот сюда. Здесь-то мы не работаем. Поэтому, когда мы делаем общий массаж, когда мы делаем коррекцию фигуры и изменяем объем, массаж, как правило, должен быть общим. Да, чтобы... Мы должны стимулировать практически всю подковку. Вот. Дальше. Это мы сейчас с вами только сделали давлением. Потому что, да. Потому что, в принципе, я должен создать здесь этот простейший гидростатический прессовый тип. Здесь... А это не по-куда это происходит? У него это сверху. Ну, так, чтобы есть мокость, это глубоко через всю. Но это не больно. Это не больно. Это не должно быть больно. Это просто достаточно. То есть, без нажима это просто весом тела у нас? Ну, да. Конечно, нажим. Нажим без веса тела. Нажим без веса тела. Конечно. Вообще массаж делается за счет веса тела. Классический у нас. Теперь, смотрите, что я делаю. У нее же есть, помимо мелких сосудов, у нее есть достаточно крупные сосуды. Которые вот от такого воздействия стеночки могут сблизиться, слипнуться даже. Упругости стеночек не всегда хватает сразу же расправиться после того, как я снял внешнее давление. Поэтому я делаю немножечко вот такое подразильное. Вот. Этому иногда может способствовать вибрация. Можно вот такие какие-то приемчики подбрасывать, да? Вот. Это вот один из вариантов. То есть, когда мы работаем именно прессовым гидростатическим давлением. Это самый быстрый такой подход. Наиболее популярен он на дамах крупногабаритных. Когда нам прежде всего нужно работать объем. То есть, вот если к нам придет Леночка, вот как раз ее будем так и обрабатывать все. Это в первую очередь. Потому что нам нужен объем. Значит, если к нам пришла девушка вот реально такого габарита. Здесь у нас нет нужды столь жесткие методы использовать. Мы можем ей просто сделать массаж, но направленный именно на дренажный. То есть, в обычной классической или полуклассической технике. Мы можем ей сделать массаж в спа технике. То есть, в близкой к испанской технике предплечьями массаж. Или можем ей сделать, значит, массаж, допустим, перекатами. В технике перекатами. Ну, то, что вот те, кто у меня занимался, знают. Достаточно так мягкая такая техника. Вот. Ну, для данной вот темы эта интерпретация будет примерно вот такая. То есть, мы каждый раз снимаем, сминаем мышечный вал как бы туда вот вглубь. Вот. И вы видите, вот сейчас вот нога, она значительно просела по сравнению с соседкой. Я не знаю, заметно ли она. То есть, это достаточно быстро. Итак, мы сделали вот первую стадию. Мы убрали лишнюю. Конечно, нам нужно и желательно проработать все тело. Для чего? Во-первых, это завязано... Вот икры здесь немножечко напряжены. Это завязано на то, что нужно активировать как бы всю телесную поверхность. Второе. Это завязано на то, что у нас идет общая активация обмена веществ. А значит, мы активируем обменные процессы и мы способствуем этим самым разложению наших жиров. Вот. А не только выведению жидкости. Попутно. Мы хода-бедно прорабатываем мышцы, способствуем их активации и, соответственно, за счет этого способствуем дополнительно достижению наших целей. Правда? Вот. Итак, мы проработали, будем считать все тело. Вот. Но наша задача – это как бы вот локальная работа с конкретными проблемами, которые якобы у человека есть. Значит, ну, я предпочитаю вот эти вот манипуляции делать сидя. Например. Нет нужды стоять и нет нужды работать корпусом. Самый простой вариант в работе на сухую, вот, это у нас идет работа растирания. Вы помните, наш объект – это подкожная жировая клетчатка. Если мы работаем на подкожной клетчатке, то есть на соединительной ткани, у нас основной прием, естественно, работаем на соединительной ткани – это растирание. Вот. То есть здесь у нас идут растирания. Какие у нас задачи у данного растирания? Наше растирание здесь задача – это максимальная деформация растяжения. Для того, чтобы убрать вот эти вот напряжения, которые существуют на ткани. Ну, якобы существуют. Здесь все хорошо. Вот. И второе – у нас очень важно наладить сообщение именно подкожной вот этой вот клетчатки верхних слоев и нижних слоев, которые там, глубже, подкожной. Вот. Соответственно, вы помните, что вот граница, она тоже проходит по фасции, которые покрывают все мышцы. Поэтому нам нужно не только растереть вот эти вот сами ткани, но нам нужно растереть по возможности вот как бы проработать вот ту самую нижнюю фасцию. Для этого мы не просто делаем растирание. То есть просто растирание в данном случае – это вот классический вариант, да? То есть мы вот как бы вот или вот так вот начинаем растирать все, что вот у нас вот идет для согрева. Тоже, в принципе, годится нормально. Если без масла, то это выглядит вот так, да? Или помните, вот я давал одной рукой придерживаем, другой. Вот. Если мы накладываем дополнительные условия, вот воздействие именно на вот эту вот нижнюю фасцию, вот, что мы при этом должны делать? Мы должны к ней как бы подбираться. И вот, если помните, то вот я рисовал вот эти вот линии бельмингов и вам показывал. Это линии, которыми вот верх соединяется с этим верхом. То есть мы должны делать массажное движение с учетом этих линий бельмингов. Вот. Ну, как бы вот я сам вот рассматривал разные техники массажа. Я вот пришел к технике, например, которая вот как бы выглядит как подрезание такое определенное. То есть я вот одной рукой придерживаю, а второй рукой вот как бы вот работаю под обрез. Видите? Вот. То есть вот я создаю валик и второй рукой как бы под обрез именно на мышцу работаю. Или вот так вот вот пальчиком, или другим ногу пальцем, большим пальцем, или краем ладони. Да? Ульмарным клаем, краем. Видите? И я вот делаю вот это вот такое вот растирание. Этой рукой я придерживаю. Видите? У нас получается сдвигание слоев. Вот здесь я не просто, а я вот туда вот проникаю под глубь и как бы подрезаю. Это может быть выглядеть и вот так. Но у меня сейчас немножечко ногти неаккуратные, поэтому я лучше буду боком, чтобы не поцарапать. А то потом там дома убьют. Девушка скажет, расцарапали ей. Ну вот. Понятно? Вот. Это вот прием, когда мы работаем насухо. Другой вариант работы насухо. Это действительно простое классическое растирание, но мы его на сей раз делать будем медленно. По-эстонски. То есть, если мы просто вот растираем побыстрее, чтобы разогреть, то здесь у нас не просто чтобы разогреть, а чтобы усилить тканевый бренаж, чтобы расслабить вот эту вот структуру натяжения и так далее. То есть, мы начинаем такой вот очень интенсивный прием, видишь, с придерживанием. Либо это может быть вот такое вот сдвигание как бы ножницами, да? Либо по кругу также можно. То есть, мы делаем вот это вот растирание с придержанием. Видите? Да. Здесь плотная кожа. Вот в некоторых местах там, где дряблая кожа или не очень плотная, на животе, да? Можно делать вот такое вот как бы по кругу перетирание. То есть, когда берем вот так вот скобочкой. Вот. Есть разные системы массажа. Мы пока затрагиваем только один из вариантов. Вот. Потом я вам расскажу и про систему Волынкина, и про системы, которые сейчас вот эти вот другие есть в ручной пластике, если кому интересно. Вот. Пока что мы просто рассмотрим вот, что сначала делаем прессовые движения и потом сухое растирание. То есть, это пока вот сухая техника антицеллюлита. Естественно, что вот такой вот с подрезом и такой интенсив это только на тех местах, которые мы полагаем проблем. Там, где у нас проблемного нет, мы делаем просто обычный общий массаж. То есть, мы просто растираем, там, где надо, мы разминаем и так далее. Ну, здесь опять-таки, а, нет, здесь вот есть небольшая проблемка в спине. Вот. Собственно говоря, дальше мы делаем там, где у нас нет проблем, обычный массаж. А в этих местах мы делаем вот такой вот интенсив. Все понятно? Или какая-то, нет. Всего нельзя. Душа, идет погреть наículo. Каква- Anne! В принянии ч factу крючера посiblyно. И это опять-таки? До dealer-ссвязи! По explosive предметов?